и всем привет с вами ростиксон сейчас расскажу о своих ошибках в торговле щиткоинами как вы знаете у меня рубрика завтодор доллар миллионера где в телеграм канале своем показываю путь всех свои действия да и в чате соответственно так что в общем то были ошибочки мне был на планте где-то 370 долларов я думаю надо записать надо еще вывести баксов 50 ну на какие-то шняги чисто по фану да и 30 20 долларов у меня бы осталось план гениальный но я подумал ладно утро вечера мудренее я пойду спать утром проснусь решим вопросик да 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 я просыпаюсь салон очка родненькая упала 150 долларов или 140 до 110 все упало муму сложилось два раза и все щиткойны упали первая ошибочка как вы видите в щиткойных это не фиксация прибыли особенно тогда ну когда ты действительно этого хочешь вот то есть когда у тебя прям был такой моментик ты не зафиксировал то есть помню всегда стоит фиксировать прибыли в щиткойны я это сделал ошибочка первая ясна 2 ошибочка более скажем так серьезная не которая такая сейчас расскажу в общем то я увидел как монетки упали у меня тогда была муму нейро я их покупал муму где-то при капитализации 130 миллионов долларов нейро при 30 миллионов долларов я смотрю они упали в два раза я такой за ночь два раза такой а другая монетка вара она не упала вообще в данный момент я думаю может быть смотрите по логике вот если разбираться надо это чуть позже скажу что нужно делать по логике я беру эти монетки которые упали и покупаю винту которая не упала как же гениально скажите вы как же гениально сказал я когда думал об этом а потом потом я подумал не превышение ли это рисков что я закидываю много денег в одну монетку второе что это монетка снг челла одиссея который любит скажем так не оправдывать ожидания и максимально косячить там где нельзя косячить и думаю ладно выхожу из всех позиций на саланочки вот так вот сделал отлично вот это было правильное решение вот это респект тебе ростик потому что когда вы не знаете что делать когда вы расселена лучше выйти из позиции просидеть чтобы там ну да вообще лучше когда мы не уверены не знаете лучше там что-то не делать или делать там на антифома на малую сумму на крючок нор пошел трючок нор пошел ладу так вот и чем же была ошибочка да первое это анти логично то есть я из того что упала в то что не упала слишком много в одну монету притом без какой-то такой определенной идеи сильного фундаментала надо было наоборот продать то что не упала и докупить то что упала это я понял уже потом да окей плюс это привлечение риска в одну монету вар но как только я это понял я ведь и вышел из всех позиций и кстати вот полностью следить за моими вот этими мувами покупками продажи криптовалют вы сможете моем telegram канале в чате вообще о том как я развиваюсь например если я раньше я покупал на дексе то сейчас я покупаю на булыкс вот благодаря булыксу мы можем покупать щитки по лимитке у многих наверное такое было что знаете вот щиток а вот вы бы купили да пока пиа например два с половиной а сейчас три и вы можете купить по лимитке капельца то есть вот так поставить прикиньте и самое главное вот это самое важное что может вообще вы можете миллионером стать благодаря этому продавать лимитками щитки прикиньте вы вообще можете даже не наблюдать за щитком вы поставили цель 4 3 ляма и все и забыли и забыли а вот просто фиксанет вам прибыль и то есть вы можете так следить за всеми моими мувами то есть что я для себя нахожу нового что в щитках может помочь например какие-то каналы с которыми я слежу приватки тоже арби или картель где я закидываю в канал моментики оттуда то есть поэтому подписывайтесь на меня ссылочки будут в описании а также на булыкс ссылка будет в описании всем советую хотя бы потыкать просто понять честно я вот был x вообще не хотел торговать там комиссию мощно строить там 30 центов заселка я буду платить 30 центов когда могу два цента а потом я подумал чего вот почему все торгуют на булыкс и потому что можно лимитку выставить это максимально удобно максимально просто так же кстати заходите в чат ко мне задавайте там любые вопросы ко мне я такой старательно адекватный на них конечно отвечу плюс прожми лайк чтобы видос рекомендации продвигался подпишись ты не подписан давай еще какие мои ошибки во flash краши были и да это просто такие давайте вот общие моменты какие-то подытожить то что во время flash краша нужно не ерзать лучше не продавать свои активы вообще лучше не трогать старые активы которые у вас есть когда вот все уже упало до и задуматься над тем чтобы откупить такие хорошие фундаментальные активы в том числе мем или просто какие то то есть вот время flash краша нужно не паниковать успокоиться понять что продавать уже поздно как будто бы потому что все упало да и задуматься над покупками понять что вы можете действовать на эмоциях вот такие вот моментики произвели нам flash краш и вот такие вот ошибки вы можете контакты взятки у вас ошибки мне будет интересно послушать ладно все не буду больше вы мне верите ладно всем пока надеюсь там вы чего-то новое узнали видос поможет